С 1 июля в четырех регионах России запустили автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Среди субъектов, где ввели новый налоговый режим, оказалась и Московская область. Кто имеет право применить систему и какие у нее есть преимущества, узнал наш корреспондент. Меньше отчетности, освобождение от уплаты страховых взносов и подачи налоговой декларации. Основные преимущества автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Кроме того, при переходе на новый режим налог рассчитывают автоматически на основе информации из онлайн-кассы, банка или данных о доходах. Данный налоговый режим у нас может также применяться в случае только наличия счетов в уполномоченных кредитных организациях. Данные кредитные организации по состоянию на сегодняшний день – это Сбербанк России, ВТБ банк, Тиньков банк, Модуль банк, Альфа банк, Промсвязь банк и также Точка банк. Это филиал банка «Открытие». Автоматизированную и упрощенную систему налогообложения могут применить вновь зарегистрированные организации и индивидуальные предприниматели. Действующие налогоплательщики также вправе перейти на новый режим, но сделать это они смогут только с 1 января следующего года. Данный налоговый режим могут применять организации, у которых численно составляет не более пяти человек. Также у них в штате не должно быть иностранных граждан, которые являются не резидентами Российской Федерации, доход у которых составляет не более 60 миллионов рублей за год. Остаточная стоимость основных средств на конец года не более 150 миллионов. Чтобы перейти на новый налоговый режим, необходимо подать уведомления для новых организаций, которые начали свою деятельность после 1 июля этого года, срок подачи 30 дней после регистрации. Действующие налогоплательщики должны сообщить о желании перейти на автоматизированную и упрощенную систему налогообложения до 31 декабря. Луиса Иген Сарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.